Сочи начали восстанавливать самшит. Первые саженцы пустили корни в школьных дворах и лесничествах нацпарка. В центр Сочи вернется международная велогонка. Почему это так важно для города, рассказал директор департамента спорта. Кто эти восемь в Сочи объявили состав мужской сборной России по боксу на олимпийскую квалификацию. Отремонтировать больше 500 километров региональных трасс планируют в этом году. Развитие дорожной сети Кубани обсудили на краевой планерке. Совещание провел в Краснодаре губернатор Вениамин Кондратьев. В 2020 на ремонт и строительство автотрасс предусмотрено больше 37 миллиардов рублей. Деньги уже направлены в местные бюджеты. Как их будут осваивать, а кто рискует остаться без финансирования, узнаем мы из следующего сюжета. Больше 37 миллиардов рублей на строительство новых дорог и ремонт существующих. Такая внушительная сумма – повод для самых амбициозных планов. Только вдумайтесь, всего лишь пять лет назад дорожный фонд Края был меньше в три раза. Сегодня на совещании губернатор просит не делить объекты на региональные и муниципальные. Они наши, кубанские и должны быть одинаково высокого качества как между крупными городами, так и в маленьких поселениях. Хотя, конечно, финансирование на них выделено разное. Около 27 миллиардов рублей пойдут на краевые автомагистрали. Сейчас на разной стадии реализации 15 больших проектов. Однако по двум из них есть вопросы. Губернатор поручил ускорить работы по проектированию обхода Тимошевска и восточного подъезда в Краснодар. Восточный подъезд к Краснодару, он сегодня ожидаем с большим процентом жителей Краснодара. Транспортная проблема, конечно, существует и она не маленькая. Поэтому, конечно, это одно из решений транспортной проблемы Краснодара. Транспорт, восточный вес Краснодара. Поэтому еще раз всех предупреждаю, если мы выбьемся со сроков, то персональная ответственность каждого, кто отвечал за конкретный проект, конкретного человека, отвечающего за конкретный проект. Либо даже снова лица, еще раз подчеркну, которая в целом курирует то или иное направление. Даже если проект отправили в экспертизу, он не прошел. Кто-то контролировал, в том числе ищу чиновников, когда этот проект еще был проектом. Значит, незначительно доработали. В целом, общая протяженность трасс, которые будут построены или отремонтированы по этим крупнейшим проектам, составит более 125 километров. Среди них и долгожданное строительство дублера Яблановского моста в Краснодаре. Путепровод уже попросту устарел и не справляется с потоком машин. В этом году большой ремонт ожидают и дороги местного значения. На это выделено около 9 миллиардов рублей, что позволит отремонтировать 500 километров трасс в границах муниципалитетов. В городах и поселениях уже определили, какие участки будут закрыты на ремонт. Однако, время прислушаться к рекомендациям Краевого Минтранса еще есть. В 2020 году Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует администрации муниципального образования города Краснодар приступить к проектированию объекта реконструкции улицы Московской от улицы Мопра до улицы 40-летия Победы в городе Краснодар. И данный объект станет составной частью маршрута Московская промышленная Володарского-Тихорецкая, которая позволит создать дополнительную связь между районами города. Средства уже направлены в местные бюджеты, но вместе с тем некоторые сельские поселения рискуют их не освоить. С прошлого года обязательным условием для получения субсидий является наличие комплексной схемы организации дорожного движения. Однако в семи районах края с этим пока проблемы. Губернатор напоминает, утвердить документы в муниципалитетах нужно до конца марта. Коллеги главы муниципальных образований понимают, что должна быть комплексная схема организации дорожного движения, а ее нет. То естественно, что мы ждем? Потому что денег в этом случае вы не получите. При отсутствии вот этой схемы. У нас при этих семи муниципальных образований попадают. Это Абшируанский, Белородинский, Калининский, Новопокровский, Туапсинский, Уславинский, Щербиновский район. Я не раз говорил, если чиновники не дорабатывают, неважно какие, муниципальные, краевые, страдают жители, страдают люди. И сегодня мне абсолютно не радостно в том, что нету семь комплексных схем организации дорожного движения в этих районах. Потому что люди, люди не получат дороги. Ни районы не получат деньги, а люди не получат ремонтированные дороги, либо новые дороги. Жители этих районов. Вот что сегодня. Должно нас всех беспокоить. Именно это. Так помогите им в рамках взаимодействия преодолеть эту ситуацию. Я сейчас обращаюсь, я как министр трассы. Потому что это для вас документ, который необходим для того, чтобы вы направили деньги в эти, в том числе, всем районам. Качество кубанских трасс известно по всей стране, отметил губернатор. И здесь нужно не снижать планку и поддерживать высокий уровень краевых дорог. В преддверии 75-летия Великой Победы важно привести в порядок и те улицы, которые ведут к мемориалам, обелискам и памятным местам. Мы курорт, я уверен, еще месяц максимум. И мы уже будем видеть на наших дорогах автотуристов, которые, естественно, поедут к нам в край. Но дороги были, есть и будут. И обочины одной из визитных карточек нашего края. Поэтому я сразу коллегам глава муниципальных образований сейчас хочу сказать и обращаюсь, чтобы взяли под контроль все-таки обочины дороги. Я в любом случае, хочу, чтобы наши дороги были образцовыми. Сегодня у нас находится накануне практически уже торжеств, посвященных Великой Победе. Это 9 мая. И в каждом муниципальном образовании вот дороги, которые ведут и тротуары к обелискам, к мемориалам, к памятным местам, конечно, тоже приведите в порядок. Тоже приведите в порядок. Не забудьте про это. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Кубань участвует в проекте «Улицы Победы». К 9 мая только в городских агломерациях отремонтируют 9 транспортных артерий. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». 30 лет Краснодарской региональной службе специального назначения «Альфа» исполняется сегодня. Ветеранов и действующих сотрудников специальной службы участвовали в краевой столице. В муниципальном концертном зале спецназовцев поздравили руководитель краевого управления ФСБ Сергей Захарихин, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и спикер регионального парламента Юрий Бурлачко. РССН постоянно командируется в региону со сложной оперативной обстановкой, где по отзывам центра также считается одним из лучших по качеству подготовки. Работаем в основном в Ингушетии, но присутствие свое осуществляли во всех северокавказских республиках. И огромный вклад нашей службы РССН в том, что сейчас Северный Кавказ находится в стабильной ситуации. Наш долг нашего подразделения РССН находиться в отличной боевой и физической форме, быть смелыми и, что мне понравилось, предусмотрительными. Вас всех ждут дома после выполнения боевых задач. С праздником! В спецназе на самом деле нет случайных людей. Ну почему? Потому что на самом деле 24 часа постоянная готовность встретиться с лицом, с лицом с опасностью. Потому что это высочайший профессионализм, изнурительные тренировки. И можно опять-таки перечислять. Но попробуйте это вынести. Это надо осознанно понимать, что вы не работаете, безусловно, вы служите. И не просто служите, это служение своему Отечеству. На самом деле вам поручают самые ответственные, подчас опасные операции, потому что на кону стоит безопасность страны, стабильность края. Когда на кону стоит жизнь людей, вам, только вам, потому что только вы можете справиться с этой задачей. В марте 1990 года Краснодарское подразделение стало 13-м отделом в структуре КГБ Советского Союза. Через несколько лет на его основе создали региональную службу и подчинили напрямую краевому ФСБ. За годы работы сотни проведенных боевых операций. Освобождение заложников, охрана руководителей государства, нейтрализация особо опасных террористов и ликвидация бандформирований. Большая часть заданий до сих пор под грифом «Секретно». В Сочи начали восстанавливать Самшит-Калхитский. Сегодня в рамках городской акции к 75-летию победы «75 добрых дел» в образовательных учреждениях города высадили сотни кустов Самшита. Городская акция «75 добрых дел» призвана сформировать у школьников гражданскую активность, воспитать патриотизм, привить любовь к своей малой родине. Вот и сегодня ребят привлекли к социально полезной работе. В 44-й гимназии заложили целый Самшитовый лес. Все вместе, дети и взрослые, высадили 75 кустов этого реликтового растения, который находится на грани исчезновения. И все из-за бабочки-огневки. Самшит является символом города Сочи. И в целях восстановления популяции этого редкого растения, администрации города Сочи, Сочинским национальным парком, неравнодушными жителями, Сегодня проводится высадка этого растения одномоментно в 75 учреждениях города Сочи. 75 учреждений – это общеобразовательные художественные школы, детские сады. Там, как и в гимназии номер 44, сегодня высадили по 75 кустов Самшита-Колхицкого. В рамках акции «75 добрых дел» и в честь 75-летия Великой Победы. Теперь Самшит точно не пропадет, с уверенностью говорит директор Сочинского национального парка. Собрали посевной материал и высадили. Мы порядка 50 тысяч саженцев Самшита у себя в питомнике. Вы видите, на сегодняшний день кустики такие маленькие, из которых потом получатся вот эти реликтовые замечательные растения. В этом году будет высажено порядка 20 тысяч саженцев и на следующий год еще порядка 30. И кроме того, программа у нас постоянная сейчас по сбору семян и снова высаживание самшитов в природе. Сначала в питомниках, потом в природу. Это идея, в принципе, совместная и главы города, и наша. О том, что для популяризации, для того, чтобы дети наши узнали, многие даже не помнят, что такое самшит, что есть такое реликтовое растение, которое росло с динозаврами. Первая высадка Самшита-Колхидского после нашествия Самшитовой огневки состоялась и в одном из сочинских лесничеств. В Марьинском лесничестве сегодня высадили полторы тысячи кустов краснокнижного растения, сумевшего пережить последний ледниковый период. Кусты эти вырастили в питомнике нацпарка, а семена собрали на так называемых маточных плантациях Самшита. Главное, что именно из семян нашего аборигенного колхидского Самшита. По внешнему виду хорошо сформированный ствол, прекрасные зеленые листья, без всяких пятен погрызок, хорошая корневая система. Это все вместе взятое свидетельство о том, что есть великий шанс, что это дерево вырастет и будет радовать всех. Очередные высадки Самшита планируются в Головинском, Дагомыском лесничестве осенью в Кепшинском. Постепенно Самшит появится на всей территории своего естественного произрастания. Акция рассчитана не менее чем на 10 лет. А вот своих былых размеров Самшит достигнет лишь через 100 лет. И тем не менее, сегодняшняя акция – это вклад сочинцев в сохранение природы будущего. Инга Габешия, Николай Тихонов, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Субтитры предоставил DimaTorzok А мы продолжаем наш проект «Календарь Победы». 3 марта 1945-го войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, с боями овладели городами Румельсбург и Полнов. Это были важные узлы коммуникации и сильные опорные пункты немцев в Померании. Также с боями были заняты более 80 других населенных пунктов. В южной части Балтийского моря корабли краснознаменного Балтийского флота подтопили немецкий водный транспорт водоизмещением 6 тысяч тонн. За 3 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков. В воздушных боях и зенитками сбито 49 самолетов. Немецкие пленные генералы в это время признаются, что были шокированы столь стремительным наступлением советской армии. Газета «Правда» в этот день рассказывает о редком в истории воздушных баталии эпизоде. Легкомоторному самолету, который прозвали «Кукурузником», удалось сбить трехмоторный немецкий «Юнкерс». Бой шел в небе Селезии рядом с Бреслау. Советский летчик заметил «Юнкерс», который сбрасывал грузы. Красноармеец открыл по врагу огонь из пулемета, немецкий бомбардировщик загорелся и рухнул на землю. В Башкирии тем временем увеличивается добыча нефти. Открыта скважина, которая дает 100 тонн в сутки. К концу года нефтяники планируют увеличить добычу в несколько раз. Для этого намечена широкая программа разведочного бурения. 3 марта ушел из жизни талантливый советский архитектор и ученый Николай Никитин. Во время Великой Отечественной много работал над проектами восстановления эвакуированных фабрик и заводов. А в послевоенные годы принимал активное участие в строительстве жилых и производственных зданий, применяя уникальные методы с использованием железобетонных элементов. Но его главным творением стала Останкинская телебашня в Москве. В Сочи стартовался российский проект «Диалог на равных». Основная его цель – показать студентам на примере успешных, известных людей, что современная Россия – это страна, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Участники проекта «Сочинские студенты» собрались в Международном олимпийском университете. В дискуссии принял участие и мэр Сочи Алексей Капайгородский. Он подчеркнул, что молодежь – это движущая сила, которая может делать много важных и полезных дел. Основным спикером стал президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко. А с молодежью он обсуждал дезинформацию в СМИ. Надо с молодыми людьми говорить на самые трепещущиеся темы, не стесняться. Хорошая аудитория, веселая аудитория, грустная аудитория. Любую молодежную аудиторию надо идти, помогать молодым людям встать на крыло, чтобы они стали замечательными гражданами России. Вот это главная задача такого дела. На встречу пришли представители всех вузов курорта. Записаться на нее можно было через студенческие советы. Такой принцип заявок будет действовать и дальше, отметила куратор проекта в Сочи, заместитель главы города Полина Деняк. Каждый университет самостоятельно заявил то количество студентов, которые придут на это мероприятие. То есть это не было отбора со стороны администрации города. Любой студент в своем университете может подойти в студенческий совет, заявиться, сказать, что я хочу присутствовать на этом мероприятии, и мы будем всех видеть рады на диалоге на равных. Подобные встречи в Сочи будут проходить раз в месяц в разных университетах курорта. Планируется, что в следующий раз спикером на этой дискуссионной площадке будет главный редактор телеканала «Раша Тудэй» Маргарита Симоньян. В Сочинском санатории «Русь» открыли бювет с пластунской минеральной водой. С этого началось празднование юбилея здравницы. Она работает уже 80 лет. Минеральную воду из сочинского источника первыми попробовали сотрудники ветераны здравницы, а также представители администрации. Конечно, к примеру нашего уважаемого санатория должны последовать все наши курортники, чтобы создавать условия, чтобы люди оздоравливались, получали очень серьезную энергетическую подпитку, которая нужна нам всем, чтобы действительно люди со всей страны приезжали здесь, заряжались всем самым добрым, хорошим, теплым. Ну а сам праздник прошел в культурно-деловом центре санатория. Лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты от управления делами президента России, которому принадлежит сочинская здравница, а также городской и краевой администрации. В годы войны здесь базировался ЭВАКО-госпиталь. Многие из присутствовавших в зале отдали лечебной работе больше полувека. Например, здесь до сих пор трудится узник фашистского концлагеря Александр Чеботарев. Главный совет – это везде соблюдать чистоту, везде наводить порядок, видеть недостатки и их устранять. И не дожидаясь, когда тебе скажут. Вот такие мы. Визитную карточку здравницы, главный корпус в дворцовом стиле с элементами сталинского ампира возвели в середине прошлого века. А первые корпуса были деревянными и вмещали 75 гостей. Санаторий строился для работников пищевой промышленности, поэтому фасад здания украсили скульптурой, созданной в мастерской Веры Мухиной. Ежегодно санаторий принимает больше 10 тысяч гостей из России и других стран, в том числе и первых лиц государств. Основа воспитания дошкольников – средства медзюдо. В Сочи прошел первый в стране научно-методический семинар для тренеров, работающих с детьми дошкольного возраста. Семинар является логическим продолжением пилотного проекта «Дошкольное дзюдо», который стартовал в Сочи в 2018 году. Уникальность проекта в том, что дети занимаются физкультурой с элементами дзюдо, начиная с трехлетнего возраста. Не было методики, и законодательно все-таки дзюдо можно заниматься с 7 лет. Но так как у нас игровая методика, и цель мы преследуем – оздоровить наше дошкольное поколение, то элементы дзюдо вставляются сюда в игровой форме. Сейчас мы собрали из 16 городов тренеров, которые ставят свои задачи обучиться, пройти мастер-классы. Конечно, большой багаж информации, который нам дали. Работать с людьми такого уровня, с профессорами, кандидатами наук. Теория – практический материал, который я буду использовать сейчас на тренировках на своих. Работаю уже давно, но сейчас уже имею диплом, и буду работать уже, конечно, еще лучше. Проект «Дошкольное дзюдо» финансируется Федерацией дзюдо России. Ну а в Сочи, где проект стал пилотным, весь инвентарь для занятий с дошколятами закуплен за счет муниципалитета. Сегодня в городе Сочи происходит очень значимое историческое событие. Семинар был нацелен на то, чтобы обучить тренеров под дзюдо работать с детьми дошкольного возраста. Очень важно отметить, что именно город Сочи стал пилотным проектом. Были проведены обучения наших тренеров. И в том-то и важность этой программы, что мы теперь можем с детьми дошкольного возраста на территории детских садов заниматься элементами дзюдо. Методики работы для тренеров, работающих с дошкольниками, до настоящего времени действительно не существовало. Поэтому спикерами семинара стали не только спортсмены, но и психологи, педиатры и педагоги. Конечно, ключевым словом у нас является здесь именно воспитание. Это не фарм-клуб. Мы не готовим дзюдоистов. И мы не считаем, что обязательно должны быть дзюдоисты из тех, кто участвует в этом проекте. На наш взгляд, 20-25% продолжит, найдет себя в спорте, это будет великолепный результат. А так, прежде всего, это воспитание, развитие двигательных качеств обязательно, развитие психических качеств, социализация. В Сочи основной площадкой, где реализуется проект «Дошкольное дзюдо», стала гимназия номер 9. К первопроходцам присоединились еще пять городских учреждений. Всего дзюдо занимается 100 сочинских дошколят. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ». Многодневная велогонка пройдет в Сочи этой весной. С 20 по 23 апреля будут временно перекрыты дороги для транспорта в Эмеретинке. А 24 апреля состоится гала-заезд по центральным улицам Сочи, курортному проспекту и Орджоникидзе. В многодневной велогонке примут участие полтысячи спортсменов. По словам директора департамента физической культуры и спорта Сергея Пелосяна, это мероприятие позволит возобновить давнюю традицию в Сочи принимать этап международной велогонки. До 2008 года в городе Сочи проводилась ежегодная велогонка, международный этап. И мы этим очень сильно гордились. Но в связи с тем, что началась подготовка к Олимпийским играм, и сочинские улицы перерыли для того, чтобы восстанавливать и модернизировать сочинскую инфраструктуру, эта велогонка ушла из города Сочи. И сейчас мы всеми путями пытаемся ее сюда вернуть, потому что мы считаем, что это очень важное для города Сочи событие. В апреле месяце мы традиционно проведем по предложению сочинских ветеранов, мы проведем сочинскую многодневную велогонку, которая пройдет по центральным улицам города Сочи. И я думаю, что благодаря этой велогонке, которую мы с каждым годом тоже количество участников перерастает, мы в город Сочи все-таки вернем этот этап международной велогонки. И также благодаря этому в городе Сочи возродится в полном объеме и детский велоспорт. Для развития велоспорта в Сочи созданы все условия. Есть тренерский состав и необходимый инвентарь. В прошлом году у мэрии было закуплено 15 дополнительных велосипедов. В интервью в рамках программы «В курсе» Сергей Пелосян ответил также на многие другие вопросы, связанные с развитием спорта в Сочи. Смотрите в эфире телеканала ФКТ на этой неделе или на нашем канале в Ютубе «Говорит Сочи». В Сочи объявили состав мужской сборной России по боксу на европейскую олимпийскую квалификацию. Сейчас сборная России по боксу проводит сборы в Сочи. Команда тренируется на базе «Югспорта». А сюда они приехали после сборов в Италии. Сегодня главный тренер мужской команды Виктор Фархуддинов объявил мужской состав для выступления на европейской олимпийской квалификации. Соревнования пройдут в Лондоне с 14 по 24 марта. Путевки на Олимпиаду будут разыгрывать в восьми весовых категориях. Россию там будут представлять Расул Салиев, Альберт Батыргазиев, Габил Мамедов, Андрей Замковой. Он будет капитаном сборной. Также в восьморку вошли Глеб Бакши, Имам Хатаев, Муслим Гаджи Магомедов и Иван Верясов. На протяжении всех основных соревнований, начиная с чемпионата мира, чемпионата России, это по 2019 году международных турниров, и определили состав и резерв национальной сборной команды для участия в европейском отборчном турнире к Олимпийским играм в Токио. Очень тяжело было определить. Состав первых и вторых номеров до того был ровный. Конечно, хотелось бы с первого захода нам отобраться. Конечно, сейчас в Лондоне будет нелегко. Но состав команды очень хороший. Если вдруг у кого-то не получается, значит, с 30-го числа уже делаем сбор, и резерв команды дальше продолжает к отборочному мировому турниру. Добавлю, что состав женской сборной страны по боксу на олимпийскую квалификацию объявят на подмосковной базе 4 марта. Ну, а Олимпийские игры пройдут уже в этом году в Токио с 24 июля по 9 августа. В Сочи выступил знаменитый фортепианный дуэт братьев Кутровац. Концерт в четыре руки состоялся в парке науки и искусства «Сириус». Перед жителями Госями Сочи выступили Эдуард и Йоханнес Кутровац. Знаменитые австрийцы исполнили вальсы Штрауса и венгерские танцы Брамса. Играть здесь нам наиболее приятно, потому что русская душа, русская публика самая чуткая, эмоциональная, и с помощью классики душа тянется вверх, и она всегда вечная и нескончаемая, которая помогает и движет нами всеми. И ответ брата был о том, что на самом деле очень важно и всегда хорошо исполнять эту классическую музыку, потому что она всегда находит свое услуги, и венгерские согласны, что это вечно и нужно для всех нас, даже несмотря на техномерку. Эдуард и Йоханнес Кутровац исполнители не только дуэтных, но и сольных программ. Помимо Штрауса, Брамса, Листа и Шуберта любят играть русских композиторов. Рахманинова и Чайковского. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й, а также в социальных сетях, в группах Говорит Сочи, в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе Говорит Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.